Продолжаются общественные обсуждения проектов закона ОВНС и изменения норм избирательного кодекса. Так, к участию в диалоговой площадке, которая прошла на базе Дворца культуры Солигорска, пригласили заместителей и руководителей предприятий и организаций по идеологической работе. В качестве спикера на мероприятие выступил кандидат экономических наук, доцент, председатель Минской областной организации Белхимпрофсоюза Дмитрий Швайба. Он обозначил ряд важных моментов в создании нового органа в политической модели страны. Всебелорусское народное собрание – это новый принцип народовластия в системе нашей государственности, в котором вводится серьезный сдерживающий фактор для будущих президентов. ВНС в качестве делегатов собирает представителей всех регионов социальных слоев, подчеркнул Дмитрий Швайба. Беларусь совершенно сознательно выходит на идею формирования принципиально нового органа в политической конституционной модели, который при этом для нас не просто появился в 2020 году, или, например, сегодня появился, или еще когда-то появился, а отработан нами в 25-летнем периодом. Ничего подобного ни в одной политической системе нет. Просто нет. Если мы будем переграть, этого нет. В этом смысле это большой риск и для белорусской политики, и для личного Лукашенко. Но он идет на этот шаг исключительно потому, что нам нужен дополнительный стабилизирующий фактор. Обсуждение закона проекта прошло и в строй тресте номер три. В нем приняли участие руководства, специалисты и члены профсоюзов предприятия. Это дает возможность обсудить все вот эти моменты, которые касаются законодательства. И у каждого есть возможность внести свои предложения. Потому что диалоговая площадка для этого и создана. И до 2 ноября есть возможность каждому по результатам своих обсуждений направить в комиссию свои предложения. Напомним, законопроекты ОВНС и изменения избирательного кодекса Беларуси были вынесены на общественное обсуждение на сайте правовой форум Беларуси, где по 2 ноября включительно свои мнения и комментарии могут оставить все желающие. После этого документы будут внесены на обсуждение в парламент.